Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня появилось маниакарное желание убивать людей. Традиционно это связывается с агрессией, традиционно это связывается с большим количеством агрессии, и традиционно это связывается со страхом. То есть вот, забегая чуть вперед, можно сказать, что вы не чувствуете себя в безопасности, можно сказать, что вы испытываете трудности с тем, чтобы вас признали всерьез, да, принимали всерьез. То есть это про собственную значимость и собственную ценность истории. Вот, и, соответственно, человек, не умея, ну, по-другому, да, реализовывать свои желания, свои потребности, в данном случае потребность безопасности и потребность признания, ну, вот, естественно, может скатываться в единственный возможный для себя вариант, это вот убийство, как, значит, совершение чего-то ужасного для того, чтобы о себе заявить. Вот. Я пока никого не убил, потому что у меня нет нужного оружия. Ну, вот, это на самом деле оправдание, потому что, ну, желая бы убить, вы бы нашли, вы бы нашли оружие, нашли бы, ом, способы и средства. То есть здесь вы оправдываетесь, здесь вы рационализируете это. Вот. Я постоянно об этом мечтаю, планирую и проигрываю разные ситуации. Я полагаю, что мечтать об этом, планировать и проигрывать, то есть прогевать, по сути дела, да, доставляет вам удовольствие, таким образом вы, ну, выплескиваете некоторое количество агрессии, некоторое количество злости, но, естественно, что не веса объем. Я девочка, мне 32 года, не замужем отца, нет. Ну, здесь ситуация заключается в том, что многие люди, опять же, я не знаю, как лично вы, но многие люди в ситуации, когда нет отца, вот, в частности, девочки, да, дочери, не имеются, вот, с чувством тревоги, обиды и сравнивают себя с другими девочками, у которых отец есть, вот. Вот, завидуют им, чувствуют себя неполноценными, вот, пытаются как-то, значит, скоммуницировать, да, у них не получается, потому что, ну, потому что человек себя как-то вот сдерживает, да, сжимает, стесняет и в итоге ничего не получается. И, соответственно, приходит такое чувство обозлений, когда человек понимает, что он обозлился, там, условно говоря, на окружающих за то, что, вот, у них всё хорошо. И, тут вот, может быть, похожая ситуация. Занимаюсь разными хобби, люблю оружие. Ну, то, что вы занимаетесь разными хобби, это прекрасно, вопрос, вопрос в том, насколько, насколько эти хобби отражают ваш внутренний мир. То, что вы любите оружие, в этом тоже ничего абсолютно плохого нет, вот, но для вас, опять же, оружие, это, вот, возможность, судя по всему, прикоснуться к проявлению агрессии, потому что, я, например, тоже люблю оружие, да, мне тоже, мне тоже нравятся холодные оружие, огнестрельное оружие, ну, в большей-меншей степени это не так важно, вот, но мне нравится их красота, мне нравится то, как это выглядит, мне нравится внешний вид, вот, и, соответственно, сама, вот, такая перспектива, да, там, словно, когда постреляю, пострелять, мне тоже очень нравится, да, вот, но, тем не менее, мысли о том, чтобы убивать кого-то из этого оружия, мне нет, вот, даже тех людей, которых, которые, может быть, не лучшим образом ко мне относятся, нет таких, такого желания не возникает, вот, поэтому нет корреляции, не за тем, что вы любите оружие, а тем, что вы испытываете агрессию, вот, живу, как сама хочу, никто мне не канадует и не подавляет, ну, вы знаете, то, как вы это пишете, больше проходит на протест, скажу вам честно, вот, это, это очень проходит на протест, во-первых, сразу скажу, что я вам, я вам, я вам верю, я верю, верю вам, верю в то, что вы действительно живете как хотите и никто вам не командует, это я верю, вот, но я также понимаю и то, что человек может оказаться в таком состоянии, таком, 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 ну, в таком положении, да, а в силу, в силу разных аспектов и у вас это звучит как протест, вот, соответственно, если у вас это звучит как протест, так если вы в этом состоянии из протеста, то, что имеет место быть все-таки какое-то давление, со стороны, имеет место быть какое-то давление, но, скорее всего, вы его, вы его просто не замечаете, вот, поэтому то, что вы об этом пишете, да, уже как-то говорит о том, что тема давления и тема свободы, она будет для вас достаточно важна, вот, а дальше, у меня с детства тяжелый характер, у меня есть всегда свое мнение, ну, вот, опять же, здесь как будто вы, не знаю, чувством стыда это говорите, то есть, во-первых, корреляция между тяжелым характером, как вы говорите, и своим мнением, нет, да, то, что у вас есть свое мнение, это прекрасно, но вопрос включается немножко в другом, вопрос включается в том, действительно ли это у вас свое мнение, или это у вас протест и бунтарство, понимаете, то есть, такая вот контра получается, да, то есть, я против, там, если ты сказал А, я скажу Б, да, даже если, в принципе, мне тоже хочется сказать А, понимаете, да, понимаете, да, вот, вот, то есть, если у вас здесь, так скажем, терпимость к другому мнению, вот терпимости, если терпимости нет, то можно говорить о том, что чужое мнение для вас несет какую-то угрозу, то есть, если я говорю А, а вы думаете Б, например, то мое А может вас как-то, вот, например, заставить тревожиться из-за того, что, по вашему мнению, в глубине души я могу быть прав, вот, и вы будете все силы бросать на то, чтобы доказать мне, что Б, Б это истина, вот, только из чувства тревоги, вот, при этом, вам будет очень сложно, как-то, вот, ну, признать, например, что у меня есть А, у вас есть Б, и мы можем как-то, вот, сосуществовать вместе, например, да, вот, у меня есть, значит, поэтому люди меня не любят, да нет, на самом деле, опять же, корреляции, корреляции здесь нет. Что такое тяжелый характер? Тяжелый характер, это история про негибкость, то есть, вы негибки, а негибки вы из-за контроля, то есть, негибким человек делает контроль, контроль всегда основан на страйке, что снова отсылает нас к первопричине, ну, вот, то есть, дело здесь не в характере, дело здесь в контроле. Какие бы ценности у вас не были, какие бы взгляды у вас не были, при достаточной уверенности в себе, это практически не имеет значения. Опять же, если вы являетесь представителем группы А, я являюсь представителем группы Б, да, и вы всецело верите в идею группы своей, то встреча со мной, общение со мной, даже при условии, что у нашей групп абсолютно полярные, как бы, идеи и ценности, вот, общение наше с вами может быть очень даже приятным, если мы в других моментах пересекаемся. Но, при условии, если каждый из нас уверен в себе, если ему не надо ничего доказывать, а вот в вашем случае, мне кажется, что вы как раз таки больше про доказу. Вот, поэтому опять же, как бы, нет никакой корреляции в том, что вот люди вас не любят. Внешне я тихоня, ни с кем не спорю, не люблю конфликт. Это страх, опять же. То есть, то, что вы тихоня, это желание скрыться, желание избежать опасности. Вот. И равно как то, что вы не любите конфликт, это то же самое. Ни с кем не спорю. Ну, вот понимаете, какая штука? Тут тоже, мне кажется, есть страх, потому что, ну, по спорте, по спорте. Иногда по спорить можно, подискутировать. То есть, чем отличается дискуссия от споров? В споре люди переходят на личности, в дискуссии нет. Подискутировать можно, на мой взгляд, и нужно. Я человек, который не может себя защитить. От чего бы вам себя защищать? Поэтому, никто никогда не поверит, что я способен убить человека. Ну, понимаете, какая штука? Человек, который себя не защищает, да? И который при этом убивает, например, другого человека. Тоже, по большому счету, человек, который себя не защищает. Убийство, это не защита. Убийство, это просто агрессия. Человек копил, 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 злость. Копил, копил агрессию. В том числе, кого-то убил. Ну, это же не про защиту. Вот. Поэтому то, что вы можете, то, что вы считаете, что можете убить человека, ну, это опять же, вследствие того, что у вас, вот, чрезмерно накапливает страх, обида, агрессия, злость. Вот. Это для меня плюс. Значит, я смогу остаться без накалу. Но опять же, корреляции, корреляции здесь нет. Потому что, то, как человек вёл себя до какого-то преступления, не оправдывает его и не делает, там, его невиновным. Невиновным делает состояние аффекта. Такое желание мне появлялось, появлялось уже в детстве, но это были просто эмоции. Интересно, почему так у вас, если такие желания у вас появлялись в детстве? Вот. В связи с чем? Да? В связи с чем? В 12 лет я поняла, что хочу стать убийцей, и она отгоняла в такие мысли. Ну, понимаете, что это звучит немножко по-детски, потому что... На самом деле, вот, опять же, если бы вы хотели просто стать убийцей, не знаю, вот, просто хочу убивать людей, вы бы уже давно этим занимались и были бы профессиональным киллером, например. Нас этого не стало, значит, тут дело немножко к другому. Я часто пытался убить себя, ну, аутоагрессия, значит, аутоагрессия, обесценивание себя, вот. Опять же, это неумение обращаться со злостью. Ну, а я попадала в психиатрическую больницу. Печальный опыт, конечно. Вам помогли там. За последний год я выросла, а теперь хочу убить не себя, а других. Ну, то есть, как бы, перенаправили, по сути, злость на других людей. Вот только убийство не поможет, злость ваша и чувство никуда не делается. А, когда я представляю, как умирает мой обидчик от моей руки, я испытываю каплярство. Вот, обратите внимание, обидчик. Обидчик. Вас достаточно легко обидеть. Легко задеть. Знаете? Какая штука. Это не желание убивать, это желание ответить на какой-то раздражающий фактор. Здесь. Я испытываю каплярство, мне хочется сделать этот вариант. Ну, естественно, чтобы защитить себя и почувствовать себя за себя. Ну, почувствовать силу. Я могу убить не каждого, невиновного убить не могу. Ну, а кто решает, кто виновен, а кто нет. Знаете, опять оправдание. Убийство животных вообще приводит меня в ужас. Ну, я думаю, что, поскольку животные являются беззащитными, то у вас они ассоциируются в каком-то степени с вами. Потому что себя тоже считаете беззащитным. Ну, не люблю пытки, там я сама боюсь боли и чувствую боль других. Ну, вы боитесь боли, опять же, потому что не умеете не обращаться. Не умеете не обращаться. Чувствовать боль других, то есть у вас высокая степень эмпатии здесь получается. Я бы не сказал, что это признак психопатии. Вот. То есть, ну, как-то вот при психопатии, ну, человек вряд ли может чувствовать боль других людей. Но могу только в том мере, если мне уже больно, тогда мне нечего терять, и я чужую боль уже не почувствую. Вот эту фразу я не понял, поэтому комментировать я не буду. Вот. Вы пишите, что вы чувствуете боль других, но можете это сделать только в том мере, если вам уже больно. То есть из этого вытекает, что если вам больно, вы можете чувствовать боль других. В то же время вы пишите, что тогда мне терять нечего, и я чужую боль не чувствую. Это непонятно, я не буду это комментировать. Не люблю грязь кровавой ручной органией, мучительную смерть. А вас отпугает. Вас отпугает. Потому что это агрессия других людей. А вот с ней, с ней что вам делать, вы не знаете. Я за то, что все было быстро и безболезно. А вот это вот желание убежать, сбежать. Это больше права не свободы. Мой кайф обратился в том, что вот человек мне угрожает, мне слышит, придает, мне страшно. Но все больше и больше, чтобы выстрелил безопас. Эмммм. Понимаете, какая штука? За всем этим скрывается недоверие к себе. Попытка опереться на человека. В этом случае человек всегда вас разочарует и предает, как вы говорите, если мы опираемся не на себя. Ну не ножня, глазки или злая, а просто хочу останавливаться жизнью вокруг себя. Да. Вопрос в том, что вам ГРОМ. Эээ... Возможно, если... если будут знать, на что я спас unde, то меня наконец услышат, перестанут экономарировать и представляют меня тоже полноценным человеком, мне не придется больше никого убивать, ни других, ни себя. Ээээ... Ээээээ... Ээээээ... Эээээээо, ээээээээаэээ неверная позиция, потому что вы и так полноценны, вы так полноценны, чтобы вас услышали не обязательно слушать какие-то преступления, наоборот, вас так не услышат, бояться будут, да, бояться будут, но слышать не будут. У меня стоит диагноз депрессия, а психотерапия депрессии была? Насколько я больной человек? Психологи не дают оценку психическому здоровью человека, или я просто стал психопаткой, это не больно, нет, у вас есть диагноз, значит вы больны, значит вы больны, только вот вопрос психотерапии, то есть лечение-то было или нет. Таким, как я, вообще принято поймать, или сразу в тюрьму? Да, принято, вы, ну, я не знаю, в тех тонкостях, но, как бы, в тюрьму, в тюрьму тут точно нет, потому что в тюрьму попадают люди, которые завершают преступление из умысла, вот, и не имеющих психических диагнозов, вот, точнее психиатрических диагнозов. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи.